Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 754000. На телеканале «Звязда» время новостей. В студии работает Карина Херсан и сегодня в выпуске. Член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Дмитрий Демидов встретился с аграриями Росонского района. Оказание содействия в решении проблем и реализации инициатив. Общение с избирателями – ключевой пункт в программе работы депутата Палаты представителей Национального Собрания Беларуси Дениса Карася в избирательном округе. В Новополоцке проанализировали вопросы профилактики самоубийств. Эту тему обсудили в ходе заседания аппарата городской власти. Вузы Беларуси готовятся принимать документы от абитуриентов. Об этом и не только более подробно далее в материалах моих коллег. Сохранить сельское хозяйство, малые населенные пункты, поддержать людей, занятых в этом секторе экономики. Результаты развития агропромышленного комплекса Беларуси, в частности Витебского региона, в центре внимания встречи члена Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Дмитрия Демидова с аграриями Росонского района. Сельское хозяйство – одна из ключевых составляющих экономики Беларуси своего рода бренд страны, позволяющий сегодня решать как вопросы внутренней, так и внешней продовольственной безопасности. За последние 10 лет показатели обеспеченности сельскохозяйственной продукции и продуктами питания увеличились в разы. Так, по итогам 2019 года сельскохозяйственной продукции и продуктов питания наша страна экспортировала более чем на 5,5 миллиардов долларов США. Нам удалось полностью обеспечить продовольственную безопасность нашей страны, удалось накормить народ, удалось выйти в мировые лидеры по производству, по некоторым видам сельхозпродукции. И действительно мы гордимся качеством, и это составляет очень серьезную экспортную составляющую в доходах нашей страны. Витебская область – зона рискованного земледелия. Погодные условия, да и сами земли в этом районе Беларуси критичны. Об этом не раз говорил и глава государства Александр Лукашенко. Вместе с тем на примере Северного края показали, как надо работать. В поддержку 70-й указ президента он снял сельхозпредприятий, а бременение предоставило рассрочку по взысканию долгов. Результаты таких мер не заставили себя ждать. Хозяйство Полоцкой, интеграционные структуры, в которую сегодня входит дворище РОС, а также селявщина Росунского района, тому яркое доказательство. Чувствуется и прирост, и у нас он и будет идти прирост. Начались покупаться, приобретаться и минеральные удобрения. В плане заготовки кормов травяных мы заготовили на уровень прошлого года на 2,5 кормовые единицы больше. И продолжаем работать, и будем продолжать работать. По молоку прирост идет ежедневно, но пока на уровне прошлого года. Но с уборкой урожая, концентраты добавятся, и я считаю, что прирост пойдет. Рост благосостояния населения – одна из приоритетных задач социальной политики Беларуси. Благодаря все тому же 70-му указу выполнять удается и этот показатель. Стабилизировалась ситуация с выплатой заработной платы. Происходит ее рост. То есть, та задача по росту благосостояния людей, которые работают в сельском хозяйстве, вот она, мы видим, что здесь на практике выполняется. Сохранить сельское хозяйство, сельские населенные пункты, поддержать людей, работающих в этом секторе экономики – одна из главных задач сегодня. Чтобы понимать состояние дел на местах и то, что волнует людей, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Дмитрий Демидов встретился с аграриями Росонского района. В первую очередь это транспортная инфраструктура, потому что, безусловно, как и обозначали жители этого населенного пункта и также глава района Владимир Владимирович Быков, что они в первую очередь заинтересованы в развитии дорог. Будет хорошее дорожное сообщение с райцентром, с крупными близлежащими городами. Конечно, это во многом усилит и увеличит инвестиционную привлекательность. Привлекательность даже тех же свободных земельных участков для жителей городов, которые смогут сюда приезжать и которые могут здесь уже вести свое подсобное хозяйство, либо приезжать просто жить в экологически чистые районы. Сегодня в Беларуси работает ряд программ по переводу системы отопления на электроснабжение. Активно ведется работа в сфере электрификации населенных пунктов. И вот здесь возникает вопрос о необходимости развития инфраструктуры электроснабжения. Для селявщины вопрос также актуальный. Его решение взято на контроль Дмитрия Демидова. Оказание содействия в решении проблем и реализации инициатив, общение с избирателями – ключевой пункт в программе работы депутата Палаты представителей Национального собрания Беларуси Дениса Карася в избирательном округе. Формат встреч практикуется разный – от личных приемов до посещения трудовых коллективов. График работы депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Дениса Карася расписан поминутно. Но для таких встреч, живых диалогов со своими избирателями, в нем всегда находится место. Личные приемы и прямые телефонные линии, возможность узнать, что волнует людей на местах, помочь разобраться в вопросе, посодействовать в реализации инициатив. Кстати, именно с предложениями к депутату Денису Карася приходят нередко. Однажды Владимиру Мишустину уже удалось реализовать свою идею «Творческий автобус» не без помощи депутата. Сегодня у молодого человека новая, не менее благая инициатива. Выпускникам 11 классов со спортивным уходом, хотя бы на начало, это возможность иметь маленькое образование, корочку. Благодаря этому настроению они могут трудоустраиваться. Вопрос требуют проработки. Вот так в ходе приема дать согласие на содействие сложно. Понятно одно – обучение школьников спасению на водах. Прежде всего, хорошая возможность для ребят получить полезные навыки, которые, возможно, однажды спасут чью-то жизнь. Работа депутата в округе не ограничивается стенами кабинета в программе визита посещения трудовых коллективов. Тем более и повод имеется. В конце июня свою работу завершила вторая сессия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Ее итогом стало принятие ряда важных законотворческих решений, как, например, изменение дополнения кодекса об административных правонарушениях и процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь. Изменений действительно много, но важно другое. Все они идут от народа и для людей. Что касается предложений новополучан, один из немаловажных аспектов, который волнует наших граждан, это наши дети. И сейчас, когда продаются так называемые жевательные смеси, в прежнем Коапе не прописано, прописали в Коапе, что данной смеси вообще запрещено продажей. И второй момент о том, что, по крайней мере, в проекте это сейчас есть, просили наши сотрудники жилищно-коммунального хозяйства о том, что шумные, скажем так, соседи, чтобы все-таки поприори приходили успокаивать их сотрудники Министерства внутренних дел, а не сотрудники жилищно-коммунального хозяйства. Выслушать, услышать и решить проблему – главная цель встреч с людьми на местах. Вопросы у населения сегодня есть, и они будут, это нормально. Важно оперативно на них реагировать. Как показывает практика, из вот таких встреч с трудовыми коллективами Новополоцка немало вопросов касается благоустройства «Нефтеграда». Это наведение порядков, асфальтирование дворовой территории, это озеленение где-то. То есть, как бы, проблема была, существует, но каждый человек в воле своей возможности может, в принципе, сам внести этот вклад и, например, посадить то же самое дерево, посадить тот же самый кустик. Возможностью задать свой вопрос депутату воспользовался и коллектив филиала по транспортировке нефти Новополоцк, открытого акционерного общества «Гомель Транснефтдружба», здравоохранение, образование сферы жилищно-коммунального хозяйства. Вопросов немало, все они взяты на контроль. Капиталина Зинкевич, Артем Табаков, телеканал «Звязда АМ». Общественные приемные кандидатов президента Беларуси Александра Лукашенко начали работать во всех регионах Беларуси. От письменных обращений до личных приемов. Наша съемочная группа узнала, кто уже посетил общественную приемную и какие вопросы поступали от новополочан. В Новополоцке в общественную приемную организации «Белая Русь» пришла представитель Дворца детей и молодежи. Учреждение в летний период традиционно проводит праздник двора в различных микрорайонах города. Новополочанка хочет сделать мероприятие еще более массовым и ярким с участием членов Беларуси. А также просит помочь в приобретении игрового и спортивного оборудования. Люди, конечно, идут с какими-то проблемами, с какими-то заявлениями, с каким-то обращением. Но это, конечно, здорово, что люди идут, говорят, просят. И это говорит о том, что людям неравнодушно. Неравнодушно ни город, ни сама обстановка в республике. Поэтому вопросы, которые разбираются, которые могут поступать, естественно, люди могут обратиться разного и формата, и участвовать могут кто угодно. Сфера поступающих обращений различная. Это и образование, здравоохранение, арендное жилье и не только. После приема все поступившие вопросы передают в компетентные органы для дальнейшего рассмотрения. Стоит отметить, что в Витебской области работает более 20 общественных приемных кандидатов президента Александра Григорьевича Лукашенко. Связующим звеном является организация «Белая Русь». Всего в республике работает почти 150 таких приемных. И это не единственная форма приема обращений. Так активисты БРСМ принимают вопросы и предложения с помощью QR-кода, размещенного на страницах в социальных сетях. Сегодня молодежь и другие категории нашего населения активно используют социальные сети различного рода мессенджеры. И именно с этой целью было принято решение создать такую единую интернет-площадку, в которой нет необходимости человеку подстраиваться под определенные условия. Он, как говорится, может в любое время дня и ночи оперативно изложить свои проблемные вопросы или наоборот предложить инициативу, которые в дальнейшем лягут в решение того или иного вопроса. На ряд полученных вопросов отвечают специалисты Белорусского союза молодежи. Обращения, не относящиеся к компетенции организации, но требующие разрешения, направляются заинтересованным лицам. Как показывает практика, молодежь Беларуси интересует различные вопросы. Развитие электротранспорта, качество дорог, строительство жилья и многое другое. На все поступившие вопросы будут даны исчерпывающие ответы. Глеб Прокофьев, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда». Проблема суицидов остается актуальной для многих стран мира. Раз в 40 секунд где-то в мире один человек совершает самоубийство. Такова страшная статистика Всемирной организации здравоохранения. Предупредить гибель человека сложно. Вместе с тем анализ самоубийств расставляет акценты в вопросе профилактики суицидов. Об этом накануне говорили в ходе совещания аппарата власти Новополоцка. Мысль о суициде зреет в человеке на протяжении долгого времени. Расстройство депрессивного и тревожного спектра, проблемы с алкоголем и не только это. Может стать предпосылкой к самоубийству. На что близкие люди могут обратить внимание? Они могут обратить внимание на то, что человек подавлен, он ведет себя не так, как обычно. У него сниженное настроение, он жалуется на нарушение сна, на нарушение аппетита. Либо наоборот, человек, будучи всегда таким спокойным и сдержанным, становится каким-то очень открытым, очень общительным, разговорчивым. Любые радикальные смены поведения могут указывать на то, что человека что-то беспокоит, и он пытается решить свои проблемы. Но в результате не всегда находит правильный выход. Медики предлагают свою помощь. Позвонить по телефону доверия круглосуточно или обратиться онлайн, написать анонимное письмо на сайте Новополской центральной городской больницы. Стоит отметить, что стандартизированный показатель по суицидам во всем мире примерно 10,5 на 100 тысяч населения. К примеру, в Новополске за 6 месяцев 2020 года этот показатель составил 8 на 100 тысяч населения. За этот период зарегистрировано 4 суицида. В прошлом году их было 3 за аналогичный период. Если смотреть по портрету, это мужчины трудоспособного возраста от 50 до 60 лет, чаще всего не работающие, либо имеющие какие-то факторы риска. Поэтому на эту группу, на эту целевую группу и направлена работа наших всех структур и всех ведомств. В Новополске утвержден дополнительный комплекс мер по профилактике суицидов на 2019-2020 годы. В этой работе задействованы не только медики. Проблемой добровольного ухода из жизни забочены и педагоги, соцработники, правоохранители, общественные и другие организации. Только совместная работа заинтересованных структур приведет к значительному уменьшению самоубийств. Каждый случай – это жизнь человека, уникальная жизнь. Поэтому где-то, значит, вовремя мы не услышали человека, не пришли на помощь, не вмешались. Люди для себя выбрали способ уйти из жизни наиболее оптимальном. Это неправильно, такого быть не должно. Все должны понимать, что в самой сложной ситуации они будут услышаны, есть к кому обратиться. И есть люди, которые, организации, общественные, волонтеры, социальные службы, медицина, которые могут прийти на помощь. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что наиболее высокие показатели суицида фиксируются в странах с высоким уровнем жизни. Суицид является серьезной проблемой. Более 32 тысячи человек совершают суицид каждый год в отдельной развитой стране. И около 80 самоубийств происходит каждый день. В Беларуси на протяжении последних 10 лет идет снижение уровня суицидов. Но, несмотря на это, согласно анализу Всемирной организации здравоохранения, наше государство относится к странам с высоким уровнем такой смертности. Гляб Прокофьев, Сергей Пальцев, Артем Тубаков, телеканал «Звезда». 25 июля приемные комиссии всех вузов Беларуси откроют свои двери для абитуриентов. У будущих студентов еще есть время подсчитать баллы централизованного тестирования и выбрать подходящую специальность. Выбор широк. В этом году многие университеты открывают набор и по новым специальностям. Особенности вступительной кампании 2020 года в репортаже Ольги Войтовой. Вступительная кампания 2020 стремительно близится к завершению. Беларусские вузы уже на этой неделе вновь распахнут двери для абитуриентов, но уже с целью приема документов. К слову, сразу в семи учебных заведениях страны в текущем году откроют набор по новым специальностям. Среди вузов и Полоцкий госуниверситет. Здесь в текущем году откроют сразу две рейтинговые специальности, одна из которых – таможенное дело. Таким образом, Полоцкий госуниверситет стал одним из трех вузов в стране, где можно освоить данную профессию. Открытие новой специальности таможенное дело – это результат плодотворного сотрудничества юридического факультета нашего университета и Витебской таможни. Хочется отметить, что в Витебской области наш вуз – единственный, который будет вести подготовку по этому направлению. Выпускники специальности таможенное дело будут востребованы во всех таможенных органах, логистических компаниях, могут заниматься внешнеэкономической деятельностью, а также в различных университетах, вузах – они тоже будут востребованы. Вторая специальность, которую в этом году открывает местный вуз – информационные системы и технологии в экономике. Повсеместная цифровизация всех бизнес-процессов породила потребность в специалистах, обладающих профессиональными навыками, как в IT-области, так и в экономике, а также в сфере бухгалтерского учета. Всегда проще автоматизировать или программировать те процессы, в которых ты разбираешься на профессиональном уровне. Раньше наши выпускники IT-специальности были вынуждены проходить переподготовку в нашем институте повышения квалификации или поступать на второе высшее образование, чтобы получить знания по экономическим специальностям. Теперь есть возможность совместить учебу по IT-направлению и по экономике. К слову, в текущем году Полоцкий госуниверситет осуществляет набор по 30 специальностям. Отмечу, что прием документов в вузы Беларуси в этом году стартует 25 июля. Для многих еще не завершен этап прохождения централизованного тестирования. Последним резервным днем для тех, кто по уважительной причине не смог прийти в основной день ЦТ, станет 23 июля. Ольга Войтова, Артем Табаков, телеканал «Звязда». Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер «Вектор» дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер «Вектор». Интернет для всех и для каждого. Телефон 754000. Интернет-провайд Продолжение следует...